Приветствуем, братья и сестры! Слава Богу за эту возможность, воскресный день. Видим лица друг друга, Божие присутствие, записнопение, которое мы слышим, которое радует нас. Не знаю, как вы, но вот это пение хоровое, это Псалом 56, как оно, ну, мое сердце как-то всегда наполняет радостью. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Не знаю, как-то вот с юности, когда хор наш, когда я еще был мальчиком, когда хор пел вот эту песню, она мне так запомнилась. И потом мы ее здесь выучили в Америке. Готово сердце мое, знаете, это состояние души человека. Он готов. Готов к чему? Чтобы прославить Господа. Готово сердце мое. Сегодня мы пришли в Дом Божий. Готово ли наше сердце услышать Слово от Господа? Когда сердце готово, оно воспринимает, как губка. Оно приносит плод в жизни этого человека. Поэтому, слава Богу, что сегодня Господь настраивает вот это песнопением хора. «Готово сердце мое, буду петь и славить». Сегодня вот хор настраивает наше сердце, чтобы мы поклонились нашему Господу и прославили Его. Сегодня мое желание прочитать из книги Библии место, которое всем вам абсолютно знакомое. Сегодня у нас молитва о нашем молодом поколении, о нашей молодежи, о наших подростках, о наших детях и о нас самих родителей, чтобы Бог благословил и дал нам особой мудрости родителям. И поэтому желание мое сердце вместе с вами прочитать это знакомое место, которое мы очень любили в юности. Я думаю, что и, наверное, для каждого верующего человека этот стих, он особо важен. Это Псалом 118. Это самый хороший, один из хороших псалмов из книги Библии. Я вспоминаю, когда был мальчишкой, к нам приезжал Чемкенский хор, я был еще с мальчиком, и они пели вот «Как люблю я твой закон», весь день размышляя о нем. Вот было у них такой гимн, и, знаете, вот этот гимн, он остался в моей памяти, как они пели «Как люблю закон я твой, утешаюсь этим законом». Вот по сегодняшний день так я полюбил эту песню, когда они пели. И поэтому этот 118-й Псалом, он особое благословение всегда приносит любящим Господа. Здесь мы прочитаем из 9-го стиха. «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» Вопрос стоит. «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» Ну, наверное, каждый родитель желает воспитать своих детей, чтобы дети были святыми людьми. Когда святой человек, оно видно по его поведению, по его разговору, по его рассуждениям и многое другое. Можно увидеть, что этот человек святой. Он, его мысли, его разум обуздан, пленен Господом Иисусом Христом. И так родители всегда переживают, чтобы дети наши, которые они имеют, они любили Бога. Чтобы их разум был наполнен добрым. Чтобы их поведение было доброе. И вот всегда учат этому и в школе. Этому учат дома. Везде учат доброе. Но почему-то большинство у людей, у молодых людей, ну, какое-то необузданное состояние. Их речь совсем другая. Их мысли, их рассуждения совсем по-другому. Вы знаете, сегодня Слово Божие ставит этот вопрос. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Как? Значит, есть такие моменты. Это важно, иметь чистоту молодого человека, его путь, чтобы был чистым, чтобы его речь была святая, добрая. Поэтому Слово Божие, Давид, это его замечательный псалом, говорит, как юноши содержать в чистоте путь свой. И он отвечает, хранением себя по Слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Одиннадцатый стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Знаете, сердце – это очень важный орган нашего тела. Потому что, если сердце остановится, наша жизнь прекращается. Вот какими путями вот эта вот вся информация входит в наше сердце? Как хранить себя от греха? И как вот наставлять молодого человека, чтобы он приучался складывать в свое сердце все доброе? Потому что это доброе придет время, оно будет как-то оберегать, хранить его на всех путях. И поэтому мы побуждаем сегодня молодых людей, чтобы они любили вот это Слово Божие, чтобы они складывали его в свое сердце, чтобы они были внимательны на нашем собрании, когда читается это Слово, чтобы мы благоговели пред нашим Господом, особенно пред Словом Его, были особенно внимательны. И поэтому это важно, как наше сегодня сердце настроено к Слову Божьему. Когда мы читаем Слово Божие, Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стихом, там написаны такие всем знакомые слова, как это слово знакомо было в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Его Господь Иисус знал, Он цитировал это место наизусть, 12 глава, 30 стихом. Здесь написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Дальше, всею душою твоей, всем разумением твоим, всею крепостью твоею. Обратите внимание, что первое, что здесь говорится, возлюби Господа всем сердцем твоим. Всей душою, волею и разумом. Это очень важно, братья и сестры, потому что действительно наше сердце избирает верить в Господа или отвергать Его, принимать Слово Божие или не принимать. Когда мы читаем в Евреям, в 3 главе, 8 стихом там написано «Не ожесточите сердец ваших». Знаете, вот эти мысли с 8 по 14 стихи, там говорится об этом, что люди ожесточают свое сердце. Не разум, а сердце ожесточают, и тогда они отворачиваются от Господа. На первом стоит месте сердце. И поэтому как важно для молодого человека хранить свое сердце. Знаете, сердце может быть в этих же словах, что оно может быть лукавое сердце. И три раза говорится, чтобы люди не ожесточали своего сердца. Смотрите, в 12 стихом этой же главы. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога, от Бога живого. Знаете, сердце, когда человек ожесточает, это видно последствия, когда оно становится лукавым, и от этого может человек погибнуть. Знаете, сердце может быть еще, когда мы читаем в Римлянам, там написаны такие слова в первой главе, по-моему, в 21 стихом. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, как Творца, как Создателя, и не возблагодарили, то осуетилось в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Сердце омрачается. Смотрите, когда человек не прославляет Его за все то, что Он есть Творец, не поклоняется Ему, не словословит о суете своей. Понимаете, Он избирает другие приоритеты в своей жизни, а Слово Божие говорит, чтобы мы поклонялись Ему, как Творцу. И тогда омрачается сердце. Какое-то неприятное такое состояние. А какое последствие вот этих вот стихов, когда мы дальше читаем. Еще есть на сердце, когда Христом снимается покрывало. Покрывало накрывается, это сердце. Братья и сестры, мы прочитали наш текст, говорится, как юноша содержать в чистоте свое сердце. Окажется, в сердце есть тоже определенные какие-то двери. И что-то, знаете, входит в это сердце. И что-то выходит из этого сердца. И оно, знаете, от этого имеет огромные последствия. Вот я сейчас говорю перед вами. Вы каждый слушаете, рассуждаете. Вот сейчас бы, если бы ваше сердце открыть пред всеми, что наполнено ваше сердце? Может быть, там милосердие, любовь, радость. А может быть, кто-то бы сказал, нет, только мое сердце не открывайте. Даже тогда, когда мы сидим сейчас в нашем собрании. Может быть, наши мысли сегодня далеко-далеко где-то. И, знаете, может быть, эти мысли плохие. Знаете, иногда мы сидим, слушаем, а наши мысли уже далеко-далеко ушли. Знаете, наше сердце пошло блуждать куда-то далеко. И, знаете, нехорошие бывают. Вот это вот все выходит из сердца. И наши мысли начинают блуждать. Поэтому оно немножко страшновато. И как хотелось бы, чтобы вот сегодня наше сердце, особенно молодых людей, могло наполняться вот таким святым, добрым Словом, Словом Божьим, как мы прочитали хранением себя по Слову Твоему. Оказывается, Слово, которое мы слышим, когда мы принимаем, мы складываем его в свое сердце. И вот это Слово, оказывается, оно, знаете, оно хранит нас, братья и сестры. Оно оберегает нас, это Слово, когда мы его складываем. И когда приходят какие-то искушения, вдруг Дух Святой побуждает какое-то Слово, оно всплывает в нашей памяти, оно выходит из нашего сердца, в нашем разуме, и оно помогает нам отражать всякие козни и искушения дьявола. Хранение у себя по Слову Твоему. Знаете, 11 стих говорит, «В сердце моем я сокрыл Слово Твое». Знаете, и дальше говорит, «Чтобы не грешить пред Тобою». Оказывается, это Слово оберегает нас. Оно дает нам силу побеждать грех. И поэтому сегодня вот это Слово звучит с кафедры. Не только для молодых людей, для молодых и подростков. Оно звучит сегодня для всякого, и для пожилого человека. Оно также важно, чтобы оно оберегало нас на путях наших, давало силы нам побеждать грех, который часто встает перед нами. И поэтому Соломон и говорит в 4 главе 23 стихом, «Больше всего хранимого храни сердце Твое». Почему? Потому что из Него источники вот этой жизни. И когда мы складываем доброе, это к нашей жизни, к нашему благу. Поэтому как важно замечать, что мы слушаем, что мы принимаем и складываем в наше сердце. Есть там вот эти двери. И знаете, мысли, которые часто приходят в наше сердце, мы впускаем его, мы принимаем. И мысли бывают и добрые, мысли бывают и плохие. И вот мы рассуждаем, когда что-то сказал что-то. Даже вот просто где-то услышал на работе, или в автобусе, или где-то по радио какое-то слово, и оно почему-то так сильно западает. И когда ты не хотел этого, а оно как-то отложилось тебе туда в сердце, и оно всплывает в памяти. То есть это может всплыть в памяти и плохое, и доброе. Значит, наше сердце, оно открыто воспринимает мысли. И как хотелось вот в 118-м псалме, здесь в этом псалме очень много говорится о мыслях. Как говорится вот о мыслях? Давайте мы прочитаем 15-й стих. Здесь я несколько стихов прочитаю из этого же псалма. Смотрите, 15-й стих. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Он размышляет о заповедях Господа. Дальше 23-й стих. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Дальше 59-й стих. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к отравениям твоим. Дальше 78-й стих. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня, а я размышляю о повелениях твоих. И 97-й стих. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. В 99-й. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Знаете, когда человек размышляет об этих уставах, об откровениях Божиих, о слове его, то это складывается в его сердце. И когда человек размышляет об этом, приятно, когда он рассуждает об этом, и даже тогда, когда он проснется, знаете, вот эти мысли, они сопровождают его. И вот что ты делал перед сном, если ты читал Слово Божие, размышлял, то и сновидения твои будут сопровождать тебя, твои мысли, твои рассуждения, оно будет и в сновидении доброе. Я пробудился, как написано, Я все еще с тобою. Когда человек размышляет об этом, а если он размышляет о другом, размышляет о плотском, размышляет о греховном, то вот эти мысли и будут сопровождать его. И когда ты проснешься, может быть, во сне ты стал каким-то убийцем или блудником. О чем? Это говорит о том, что ты напитал свою душу чем-то другим, ты уже открыл свое сердце и положил в это сердце вот это плохое, отрицательное. И поэтому ты во сне становишься плохим человеком. И смотрите, Давид говорит, я размышляю об этом, о слове твоих, об откровениях твоих. Как это важно, братья и сестры, хранить свое сердце чистым, неоскверненным. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Тогда мы, когда складываем это слово в свое сердце. И знаете, еще 18-й псалом я хотел бы тоже прочитать. Здесь написано о законе его. Я прочитаю несколько стихов из этого 18-го псалма. Вот 8-й стих. Смотрите. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердца. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Это 9-й стих 18-го псалма. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господней истина, и все праведны. 11-й стих. О невожделении золота, даже множество золота чистого, сладше меда и капель сота. 12-й стих. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Вот это заповеди, братья и сестры. Раб твой охраняется заповедями, уставами, и в соблюдении их великая награда. Знаете, когда сохраняет не только себя этим словом, но еще и, знаете, как награда для такого человека. И поэтому, смотрите, 15-м стихом говорит, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодные пред Тобой, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Как это важно, братья и сестры, об этом рассуждать. И поэтому я сегодня прочитал этот стих, «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» И ответ – «Хранением себя по Слову Твоему». Пусть сегодня наше сердце будет открыто для принятия этого Слова, чтобы это Слово, оно оберегало, оберегало вас на пути, когда мы находимся в школе, когда мы находимся на работе, когда мы находимся в семье, когда мы читаем это Слово Божие, чтобы наше сердце не было жестоким, чтобы оно было милосердным, чтобы оно было добрым к принятию. И когда человек вот это Слово принимает это семя, как притчи о сеятеле, и когда сердце на добрую, вот это семя падает на добрую почву, оно приносит плод, то будет вот это благословение. И поэтому ответ мы читаем, что «Хранению себя по Слову Твоему». По Слову. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Поэтому сегодня пусть это Слово ослаблено для молодых людей. Ваше сердце принимать. Знаете, принимать ваше сердце Слово, то, что читается. И как важно с детства приучать молодых людей заучивать вот это Слово, заучивать наизусть. Вчера мы как-то рассуждали, когда рождается жеребенок, то первое время, знаете, он всегда вокруг мамы. Он только сосет молоко и от мамы не отходит. А потом он начинает убегать от нее, бегать. Но проходит время, он не всегда бегает. Проходит время, когда этого жеребенка, ну, просто привязывают, когда мама, она привязана к упряжке. А этого маленького жеребца привязывают просто рядом, как в лобле. И вот мама ведет воз, а этот жеребенок бежит. Иногда, говорят, некоторые люди спрашивают, зачем это делать? Для чего это? Знаете, приучать. Чтобы этот жеребенок приучался вот этому звуку, может быть, неприятной скрипящей телеги, на этот звук приучался, приучался и рядом с этими оглоблями. А пройдет время, когда он подрастет, то его уже и вов пригут. То есть к этому нужно приучать молодежь, молодых людей к Слову Божьему, к слышанию Слова Божия, чтобы хранить его в добром и чистом сердце. И когда придет это время, оно будет оберегать его. Оно принесет ему награду. Оно принесет ему благословение. И хотелось, чтобы помолиться сегодня вместе с вами, чтобы Господь благословил наше поколение, чтобы они научились принимать в свое сердце Слово Божие, чтобы они были открыты. Как много сегодня информации приходит в их сердце. И когда принимают вот это плохое, то из уст выходит вот это плохое. И как-то родители скорбят. Почему? Потому что много плохого входит в их сердце. И оно сегодня видно по речи. Откуда? Это исходит все из сердца, так Христос говорил. Из сердца исходят эти злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, кража, убийство. Это все из сердца исходит. Это видно по устам, когда человек говорит, это все из сердца исходит. Значит, в сердце его, знаете, плохое, недоброе. Там нету места Слова Божьего. И поэтому я хотел помолиться за наше молодое поколение, чтобы они любили это Слово Божие, чтобы они его хранили в своем сердце. Оно им в жизни потом принесет благословение. Поэтому на первом сегодня, что я хотел остановиться именно на нашем сердце, и что мы вкладываем? О наших мыслях, о наших размышлениях, чтобы мы вкладывали вот это Слово Божие, которое уберегать будет наше сердце. Поэтому да благословит наши сердца, помолиться об этом, о нашем молодом поколении, чтобы Господь вложил в их сердце любовь к этому Слову. Оно будет оберегать и благословлять их. Помолимся, братья и сестры. Аминь. Аминь.